Друзья, привет! Возникли у меня проблемы с подключением NFVMe SSD диска формата M.2. Данное видео будет полезно для тех, кто пытается подключить данный диск к старым материнским платам по интерфейсу PCI-Express, а также для тех, у кого на китайских материнских платах возникают с ними проблемы. Видео посвящено модификации, а именно встраиванию драйверов для этого диска. А начинаем мы с надежного накопителя, поэтому заходим ко мне в описание под видео и переходим по ссылочке. Выбираем USB Flash накопитель от качественного проверенного производителя. Если вы новичок, вы еще получите купон на скидку. Можете выбрать, конечно, абсолютно любую емкость, но чем больше, тем лучше, ведь флешку можно еще использовать для других целей. Все, и нажимаем купить. Едем дальше. Готовим флешку с помощью программы ROOF. В самой программе выбираем наш накопитель, который будет использоваться в качестве загрузочного. Дальше выбираем MBR для компьютеров с BIOS или UEFI. Дальше выбираем FAT32 по умолчанию. Кластер желательно ставить тоже по умолчанию. Выставляем галочки «Быстрое форматирование», «Создать загрузочный диск» и «Создать расширенную метку» и «Значок устройства». Далее во вкладке выбираем Free DOS. Все, нажимаем «Старт». Компьютер предупреждает, что все данные будут удалены, поэтому будьте осторожны. На втором этапе скачиваем FUT DOS и копируем все на нами созданную флешку. Программу придется, конечно, разархивировать и уже содержимое архива просто копированием, ну или если в Total Commander, перетаскиваем на соседнюю вкладку. Все, флешка готова. Теперь с ее помощью можно загрузиться в DOS. Итак, на третьем этапе мы закрутимся с флешки и создадим резервную копию нашего родного биоса. Для этих целей вставляем флешку, выбираем ее по умолчанию для загрузки и заходим. Значит, выбираем раскладку английскую, далее набираем следующую командную строку, причем имя вашего сохраненного биоса может абсолютно быть любым. Я выбрал «New Bios» и помните, на конце это буква «О», а не «0», как я сразу решил. Далее, сохраненный биос будем модифицировать. Для этого нам понадобится программа «MMTool». Заходим в нее и нажимаем «Load Image». Выбираем нами скачанный биос. Вот он «New Bios.ROM.ROM». Открываем. Далее нам необходимо найти строку, которая называется «CSM Core». Проверяем, чтобы нашему диску было присвоено цифра 1, 2 и так далее. Далее указываем путь на драйвера для NMVME диска. «FFS» расширение. Нажимаем опять на эту строку и нажимаем «Insert» «Заменить». Далее спускаемся по файлу и проверяем, добавилась ли эта строка. С названием нашего драйвера. НМВЕ Экспресс ДХЕ. Сохраняем наш новый биос. Он уже будет являться модифицированным. Получилось у меня сохранить только на рабочий стол. Вводим название «Биос» и сохраняем. Ну и, конечно, перепроверяем. «Lot Image». Открываем. Находим наш биос и открываем. Спускаемся по коду. И находим строку с загруженным драйвером. Есть. Биос модифицирован и в нем установлен драйвер для SSD NMVME. Ну и крайний шаг, пятый. Прошиваем новым биосом. Для этого заменяем его на наши загрузочные флешки. Опять же заходим. Выбираем английскую раскладку клавиатуры. И пишем следующую командную строку. Указывая имя модифицированно биос. Через слэш пишем слово «GUN». По окончанию процесса получаем новый прошитый модифицированный биос. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.